К событиям в мире цены на нефть упали почти до минимума этого года. Протесты против строгих коронавирусных ограничений в Китае, в крупнейшем мире, импортере нефти усилили опасения о перспективах спроса на топливо. Какие цены теперь прогнозируют на рынке, расскажет наш виртуальный коллега Айсанж. Айсанж, тебе слово. Здравствуй, Жалгас. Последний раз цены на таком уровне были в начале года, в январе. Текущее падение отбросило котировки назад и привело к тому, что нефть растеряла свои достижения. Речь идет, конечно, о восстановлении после пандемии коронавируса. Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 3%, до 81 доллара за баррель. Марка WTI тоже подешелела почти настолько же и опустилась до 74 долларов за баррель. Оба бенчмарка показали третий недельный спад к ряду. Сейчас причина падения, опять же, происходит из-за Китая. Эта страна слишком влиятельный игрок на рынке, который импортирует очень много иностранной нефти. Протесты, вспыхнувшие на выходных, а также рекордные случаи заражения, ослабили спрос на топливо и повлияли на настроение инвесторов. Ситуацию усложняет предстоящая эмбарго на российское сырье. Также неизвестно, к чему придут участники предстоящего заседания ОПЕК, плюс 4 декабря. По мнению опрошенных агентством рейтер-аналитиков, торговый диапазон WTI снизится до 70 долларов. По бренд прогнозов пока нет. Коллеги.